Стоит ли вкладывать свои деньги на накопительные счета в банки? Я рекомендую посмотреть это видео до конца и только потом принимать решение. Потому что мы с вами поговорим про плюсы, минусы. Я даже поделюсь живыми кейсами. Мы посмотрим, страхуются ли наши вклады, наши деньги, как они защищаются. И поговорим еще о альтернативах, какие есть альтернативы, как нам обгонять инфляцию и так далее. Очень много всего мы сегодня разберем. И мы сделаем разбор на примере нашего всем известного зеленого банка, по накопительному счету которого нам дают 7% годовых. Что нам здесь важно понимать? Первое, что нам нужно понимать, какой мы тут сразу минус видим. Это то, что эта доходность 7% годовых не обгоняет даже инфляцию. Если мы сейчас посмотрим на инфляцию, о которой говорят, давайте сразу же даже я вам покажу уровень инфляции, который сейчас есть. Мы видим, что в 2023 году нам показывают около 5.47, но на самом деле уже говорят около 6.7% инфляции, что она повышается. Это причем я вам показываю на сайте уровень инфляции РФ. Эти данные берутся с Росстата, поэтому они официальные. И здесь важно понять, это официальная инфляция. А вы видите, совсем недавно прогремели новости. Я говорил в другом видеоролике, то что яйца там по 140 рублей. Кто-то уже по 450 выкладывает, что яйца стоят курица больше 500 рублей. То есть реальную инфляцию вы можете увидеть по удорожанию цен на товары и услуги. Как растут товары и услуги, видно, какая на самом деле реальная инфляция. Если зайти на Росстат, скачать у них там данные по инфляции, они там примерно на одном и том же уровне показывают. А цены росли в очень много раз за последние 20 лет. А мы здесь видим, 5.47 нам показывают, в 2022 году 12%, 8, 4, 3, 4, 12. В среднем где-то около 10% официальная инфляция, а неофициальная. Вы понимаете, по удорожанию товаров и услуг больше 20% точно. Инфляция реальная, поэтому хватит уже, перестаньте уже верить тому, что говорят. Просто посмотрите, включите логику, какую-то адекватность. Посмотрите, что да, действительно, инфляция намного выше, выше 20%. Поэтому первый минус – это накопительный счет не обгоняет инфляцию. То есть мы беднеем, а не богатеем. Это очень важный момент. Дальше, что мы еще можем сказать про вклады. Во-первых, они могут менять эту процентную ставку. То есть это второй минус. Они могут менять эту процентную ставку в одностороннем порядке. Человек пришел, ему сейчас предлагают, где-то предлагают 10, 12 уже там процентов годовых. Годовых там Яндекс что-то предлагает, еще какие-то банки предлагают выше. И в итоге человек идет, на эти большие проценты ведется. Кстати, в кризис я вообще не рекомендую это делать. Это самая страшная ловушка. Они начинают, ключевая ставка растет, они начинают людям предлагать высокие проценты по вкладам, по накопительным счетам. И человек, конечно, о, классно, проценты повысились, надо точно деньги в банк положить, буду столько зарабатывать. Да не будешь. Будешь в моменте зарабатывать. А потом они ставку поменяют в одностороннем порядке. Человек пришел на 12% годовых и даже не знает, что через месяц ему уже ставку поменяли, он уже 3 зарабатывает. Зарабатывает, это громко сказано вообще. Ему 3% годовых дают по этому накопительному счету. То есть еще один минус, второй. Это они могут менять в одностороннем порядке. Это тоже важно учитывать. Дальше идем. Что у нас со страхованием? Многие знают, что у нас АСВ, агентство по страхованию вкладов, вот такая волшебная организация, строкует наши банковские депозиты. Агентство по страхованию вкладов. Насколько? На миллион четыреста. То есть где-то можете прочитать и на АСВ, и на официальном сайте. Здесь по-любому написано. Вот я здесь не зря открыл эту статью. Сейчас покажу, что я вам хочу на банкеру показать здесь. Вот. То есть агентство по страхованию вкладов строкует на миллион четыреста. То есть выше этой суммы точно нельзя хранить деньги, потому что можно просто потерять все. Вопрос еще в АСВ. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Я приведу живой кейс. И в конце мы еще разберем альтернативы, как мы можем свои деньги защитить от инфляции, защитить от банкротства и всего остального. Так вот. Агентство по страхованию вкладов миллион четыреста. Например, у человека 10 миллионов. Он хранит на банке. Банк обанкротился. У человека из десяти остался миллион четыреста. Ему агентство по страхованию вкладов будет возвращать это. То есть выше суммы держать нельзя. И что может произойти еще? Банкротство может быть? Да, конечно же, может быть. Вот сейчас как раз таки я вам покажу. Был такой банк, назывался Мастербанк. Входил в топ-10 банков России в свое время. И мы смотрим, деятельность которого прекращена 20 ноября 2013 года в связи с отзывом лицензии Центробанка России. Но на самом деле не в связи с отзывом Центробанка России. Сейчас я скажу, в связи с чем. И вот интересная была новость на Коммерсанте. Немножечко вернемся в прошлое. Посмотрим на 2014 год и 2013, что это происходило. То есть арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом Мастербанк с момента отзыва у него лицензии 20 ноября прошлого года, 2013. Разрыв между суммой активов банка, активы банка, это вот деньги в банке, какие есть. И обязательств увеличился у банка с 4,5 миллиардов до 17. То есть обязательства перед вкладчиками, перед людьми. Вот. И здесь мы видим, что у нас происходило. В тот момент у нас вот вкладчикам этого банка предстоит выплатить 31 миллиард рублей. Страховки от АСВ подлежат вклады не более 700 тысяч рублей. Вот вам живой кейс. Моя знакомая держала в этом банке 14 миллионов рублей. И, естественно, ей подлежало возврату только 700 тысяч. Да, она получила свои 700 тысяч в течение 7 лет. 7 лет она получала свои 700 тысяч. Из 14 миллионов 700 тысяч она получила, все остальное потеряла. Деньги не вернуть. Вот что такое страховка от АСВ. Как она работает. И плюсом, можем ли мы держать сумму выше в банках. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае не держите. По банкам по разным тоже не разложить. Не получится. Это очень большой минус. То есть страховки вот так работают, которые у нас есть. И тоже далеко ходить не надо. На самом деле был такой бизнес. Холдинг Ginza Project назывался в Санкт-Петербурге. В Москве они открывали рестораны. У них было больше 400 миллионов рублей в мастер-банке. И когда это все дело обанкротилось, естественно, бах. Деньги потеряли. Бизнесменов там не страхуют никакой АСВ. И, конечно же, бизнес этот перекупили, чтобы его спасти. А у тех людей уже не было денег. Просто учредители лишились вот так вот бизнеса. Вот что происходит с этими банковскими вкладами. И как держать в банке. И еще какой минус еще может быть по банковским вкладам? Идем. Это у нас, значит, уже третий минус. Вопрос в том, что они могут менять ставку. Это понятно. Вопрос, а сколько денег на самом деле на счетах? Вот здесь мы видим. Смотрите, что произошло. Сейчас я здесь еще где-то вам подсвечу. Один интересный момент. Один интересный момент. Вот. На дату отзыва у мастера банка лицензии 20 ноября 2013 года размер обязательств на 4,47 миллиарда рублей превышал стоимость активов, которые составляли 64,85 миллиарда рублей и 60,37 миллиардов соответственно. То есть у них было 60 миллиардов рублей, а обязательств перед людьми на 64,85 миллиарда. Кассовый разрыв. Я не знаю, как это еще назвать. Проще вам. То есть они не могли выплатить. У них денег было меньше, чем на самом деле они заявляли даже людям. То есть какой огромный минус здесь сразу появляется? То, что мы видим в мобильных банках, в мобильных банках мы видим. Не факт еще, что столько денег есть в банке. А я вам скажу, таких денег точно нет в банке. И что происходит, когда в кризис, вот как сейчас, что-то резкий, форс-мажор, скачок, пандемия, СВО, там еще что-то происходит. Люди со страха бегут деньги с банков снимать, потому что проблемы очень серьезные. Они несут, бегут деньги снимать, им говорят, извините, денег нет. Или они бегут в один банкомат, там очередь, деньги закончились в банкомате. И бегут в другой банкомат, денег нет, закончилось. Или кто в валюте вообще держал в банках, им говорят, ой, извините, вы вообще не можете снять наличные доллары. Вы вообще доллары свои не можете снять, можете только их продать в рубли и по невыгодному курсу, и там выводить, например. То есть они, по сути, могут там нажать все, что угодно. Это циферки в банке, просто циферки в банке. Когда человек имеет, например, 100 миллионов в банке и придет в банке и скажет, я хочу снять свои 100 миллионов. Ему скажут, ой, извините, у нас столько нету, мы сейчас вот вам 15 можем дать. И вы потом еще через месяц приходите, мы вам еще 15 там дадим. А может еще 5 дадим. А может еще миллион. А может вообще, скажем, денег нет, но вы держитесь. Вот что у нас происходит на самом деле. Поэтому осторожнее в такое время, как кризис, лучше хранить деньги реально под подушкой. А в чем хранить, мы сейчас поговорим. И здесь я еще один хотел такой момент подчеркнуть и подсветить вам по поводу того, как работает АСВ и какие деньги страхуются. Давайте, вот здесь есть пункт, я не зря открыл эту статью. Какие деньги не страхуются АСВ? Здесь очень много пунктов на самом деле на вкладах в филиалах российских банков, которые находятся за пределами страны, переданы банкам в заверительное управление и много-много разных других. Но меня смутил один пункт. Давайте посмотрим на него вместе. И немножечко подумаем. Логику включим. Значит, деньги, являющиеся электронными денежными средствами. Являющиеся электронными денежными средствами. Здесь интересный момент. Под этого, мне кажется, формулировку можно подкрутить все, что угодно. То, что у нас в мобильных банках мы смотрим, по сути, это электронные денежные средства. Это просто циферки. Это циферки. Это нереальные деньги. Это циферки в банке. Мы видим их, да, ага, отлично. Их там на самом деле столько нет, сколько мы видим их на разных, ну, в мобильных приложениях, в интернет-банке своем. Поэтому здесь очень интересный момент, что под эту статью можно будет подвернуть, если вдруг будет какое-то банкротство. Посмотрим, что будет в этот кризис происходить. Какие банки будут банкротиться, как АСВ будет выплачивать. Я поделился с вами реальным кейсом, как было это в 2014 году, когда после 13-го банка банкротился, значит, мастер-банк. И как деньги возвращались на самом деле, потому что это личный живой кейс. Вот, человека я лично знаю. Дальше, что хотел интересного еще рассказать, какие бывают минусы, плюсы. Плюс, наверное, только доступность. Доступность очень быстро. Вот здесь сейчас кнопочки нажал. Простота. Вот это да, плюс. Но важно понять, что вы беднеете, а не богатеете. И какие есть альтернативы. То есть у нас, конечно же, начинают... Сейчас очень много стало учителей инвестициям, ценным бумагам, акциям, облигациям и всему остальному. Конечно же, первый такой способ есть, когда они говорят, давайте идите, вот, пожалуйста, облигации даже те же самые купить. Если вам здесь 7% по накопительному счету предлагают, то те же самые акции этого Сбера, например, дают нам 11-12-13% уже годовых обещают по облигациям. Поймите, что такое облигация. Облигация – это, по сути, долговой займ, это долговая бумага. То есть вы дали банку деньги взаймы, а он вам обещает по ним деньги выдавать. Конечно, вот сейчас вот и ключевая ставка, им денег надо много. Они привлекают тем, что они дают большие проценты. Люди на это ведутся. Они идут, вау, 13%! Инфляция всего лишь 6%. Вот это вот верят в все эти цифры нереальные. И что получается? Они идут, покупают эту облигацию. Вы дали деньги банку в долг. Банк, допустим, завтра обанкротился. Все, нет этого банка. Нету. Кто вам будет выплачивать купоны по облигациям? Вот то, что они обещают, вот эти годовые. Они вам не будут выплачивать. Кто вам будет выплачивать? У них денег нет. Они скажут, ну вы держитесь, все нормально. Мы когда-нибудь, когда-нибудь, как финансовая пирамида обещают людям, когда-нибудь мы выплатим вам, а уже давно ничего не выплачивают, и все, и никому ничего не выплатят. Но люди верят в это. Или, например, полностью обанкротился. Кому нужны будут эти облигации? Вопрос. Просто никому на рынке эти облигации, оп, в ноль. Все, они никому не нужны. Кто их покупать будет? И облигации продать не сможете? Ничего. Тогда кто говорит, что облигация это тихая гавань? Я не знаю, как сказать простыми словами. Наверное, дилетанты, скорее всего, которые говорят, идите, несите все в облигации. Сейчас кризис, надо все держать в облигации. Вот посмотрим, что с облигационным рынком еще будет происходить в этот кризис. Поэтому, как бы ни казалось, кто бы ни называл это тихой гаванью, тихая гавань немножечко в другом месте находится. На мани-маркете. Для профессиональных управляющих, для профессиональных, для людей, институциональных инвесторов каких-то, которые понимают вообще, что это как устроено. Вот. Поэтому так. Я просто показываю вам вариант. Варианты. Альтернатива первая, это значит облигации. Да, дают больше доходности рублевой. Нам, но также не обгоняют инфляцию. Ни в коем случае реальную инфляцию не обгоняют и имеют высокие риски за собой. Это тоже важно учитывать. Это первая альтернатива. Дальше. Что мы посмотрим? Сейчас появилось очень много разных БПИФов, ПИФов российских. Их и так много было. Но сколько у нас люди потеряли денег в них? Это просто, ну, страшно называть эти все цифры. Там просто триллионы уже потеряны. Как у нас в инвестициях люди шли, теряли, теряют и будут терять. Пока законы не будут регулировать этот рынок, пока защищать не будут, страховок не будет. Почему они теряют, я сейчас тоже вам объясню. И вот я бы ни в коем случае не слушал вот сейчас этих всех финансовых блогеров, которые там миллионники, которые рассказывают. Я вас сейчас научу инвестировать. Пожалуйста, я тут детям детские капиталы создаю. Я вот здесь вот создала, я вот здесь инвестирую, я вот здесь сделал там и так далее, и так далее. Вот они вам рассказывают про ценные бумаги, акции, портфель составьте. Я вас научу. Вы ПИФы там, в ПИФы инвестируете, они за вас все сделают. Будут давать вам такую доходность, обгонять инфляцию. Я бы был бы на вашем месте, я бы в это ни в коем случае не верил и нес бы туда деньги. Почему? Объясняю. Любые покупки ценных бумаг идут через брокера. Брокеры у нас, вы понимаете, это много брокеров есть, Сбер, Тинькофф, ВТБ, Открытие, кого только нету, на самом деле, Финам, БКС и так далее. Так вот, у нас АСВ страхует банковские счета, а брокерские счета 0 рублей. Нет страхования на 0 рублей. И здесь вот такой момент. Вот, пожалуйста, вот статья там на Тинькофф, можете это найти в АСВ, где угодно. Застрахованы ли деньги на брокерском счете? Нет, агентство по страхованию вкладов не страхует ценные бумаги и деньги, которые вы храните на брокерском счете. Ни в коем случае, даже когда просто деньги лежат, не только ценные бумаги, ничего не страхуется. Это вы должны просто знать. Это нужно знать. Я вам это и подсвечиваю, чтобы вы ни в коем случае не попались на эту ловушку, когда люди там держатся, думают, да все застраховано, да все классно. Да если брокер обанкротится, он нам вернет все деньги. Да не вернет. Как вот кричат эти финансовые блогеры как раз. Ну, просто я их так называю, потому что это не финансисты, это не финансовые консультанты, не аналитики, не управляющие. Это просто блогеры. И вдруг они о финансах начали говорить. Так вот, а что получается? Они людям рассказывают, сейчас мы вас научим. Научили уже, когда у людей заморозки, блокировки, минусы по портфелям и много-много всего. Так вот, надо это понимать, что не страхуются брокерские счета и никакие ценные бумаги. И когда они рассказывают о том, что, ну если что, все ценные бумаги хранятся в реестре, если вдруг обанкротятся, они пойдут к другому брокеру, тоже не верьте в это. Потому что в большинстве случаев, наверное, в 99%, если не в 100%, то, что происходило в России с банкротством брокеров. Нет, наверное, да, там было что-то где-то. Не 100, может быть 97, 98. Люди теряли свои ценные бумаги. К пример тому, брокер QBF. Тоже можете почитать, если интересно, он банкротился, всех кинул на деньги, там просто 8 миллиардов или сколько-то потерь у людей денег. Поэтому я бы в это тоже не верил, был бы на вашем месте. А какие еще альтернативы существуют? Значит, это у нас третий способ, да. Первый способ это самому там в облигации лезть куда-то, в акции, там еще что-то, которые люди где теряют до сих пор и будут терять. Кто-то сейчас заработал, думает, ой, как классно, сейчас рынок растущий, там бычь и ловушка, ой, как классно, так легко зарабатывать, я в плюсе. Потом он потеряет, так же, как те, которые потеряли перед ИСВО, которые покупали. Дальше идем. Значит, второй способ у нас это БПИФ и ПИФ, то есть управление в странах СНГ. Если вы инвестируете под какое-то профессиональное управление, доверительное управление, вас тоже там просто могут спокойно обмануть, обанкротиться. Можете потерять, ничего не застраховано. Третий способ, какая есть альтернатива, как мы можем защищать свои деньги от инфляции и так далее. Это, конечно же, доллар. Если мы просто будем держать в твердой валюте. Кто-то сейчас начнет, ой, доллар, так опять этот доллар, я заработаю в рублях. А зачем же держать в долларе, про что он говорит, непонятно, нафиг мне этот доллар не нужен. Ребята, если посмотреть 20 лет назад, 25 лет назад, что происходило с долларами, что происходило с рублем. Рубль всегда катится на дно, доллар растет по отношению к рублю, всегда. Так, может быть, уже хватит вот это зашориваться, слушать этих псевдоэкспертов, каких-то дилетантов, которые в этом не разбираются и только песни поют, не слушать СМИ, не верить вот этим всем сказкам, которые нам рассказывают. Америка умрет, доллар умрет, все будет плохо. Рубль наш, китайский юань. У меня, кстати, есть тоже отдельное видео на эту тему. Можете посмотреть, если интересно, в какой валюте хранить. Так вот, конечно же, в долларе твердая валюта. В мировой валюте надо хранить свои деньги. Как минимум вы обгоняете российскую инфляцию. Что происходит? Если даже просто держать в долларах, то в рублях мы имеем больше 10, там даже больше 15, а то и больше 20% в годовых рублях, если смотря какую дистанцию смотреть. Мы обгоняем инфляцию, если просто даже держим российскую, я имею в виду, не долларовую, не мировую. Мы российскую инфляцию обгоняем, если даже просто в твердой валюте держим. Но ни в коем случае не в банках, вы уже увидели, что они просто вот вам блок, вы не можете снять, в банкоматах долларов нету, до такого-то дня вы не можете снять, после такого вы можете. Не надо хранить в банках ни в коем случае эту твердую валюту, только домом под подушкой, особенно в такие моменты, как кризис, как сейчас. И что еще интересное по поводу долларов? Почему в долларах? Я не хочу быть просто голословным таким, просто на словах. Давайте посмотрим на факты, на статистику. Я вам покажу резервную валюту, ну вообще структуру мировых валютных резервов. Как центробанки всех стран мира хранят свои деньги? Где, в чем? Вот центробанки и разные государства хранят, посмотрите, с 2002 года, вот статистика вам, пожалуйста, в долларах хранят больше 60% в среднем. В среднем больше 60% они хранят в долларах, в центробанке мира. В евро там больше 20% в среднем хранят и так далее в других валютах. В юанях там вообще 2,76, да? 2,76, да. Поэтому о юанях там сказки не слушайте особо. Вот, поэтому, почему они хранят? Это не просто данные, это данные с Международного валютного фонда. Можете сами все найти, посмотреть, это кто прям вот хочет, а вдруг он неправду говорит, а вдруг что? Это все официальные данные, посмотрите, если интересно. Вот, так зачем мы должны кого-то слушать? Вот, пожалуйста, все, понятно дело в чем хранить. Это у нас третий, да, третий альтернатива. Какие еще альтернативы бывают? Мы можем инвестировать на зарубежном рынке, в развитых странах. Да, это возможно, просто кто-то говорит, нет, заморозки, нет, ничего не дают, брокерские счета не открыть, ценные бумаги зарубежные не купить. Ну, те, кто в этом не разбирается, для обычных людей, да, это недоступно не купить. Как мы делаем со своими клиентами? Мы инвестируем в развитых странах. Почему? Потому что там есть страхование. Я об этом рассказываю на своих обучающих программах, на своем новом курсе, который 30 ноября совсем недавно запустил. Стоит он просто копейки, я считаю. Я сделал доступный курс абсолютно для каждого. Ссылка будет обязательно здесь под видео. Кому надо, тот заберет, тот станет финансово грамотным, поймет, как управлять деньгами и поймет, как грамотно инвестировать и как не терять деньги, не слушать вот этих всех псевдоэкспертов и непонятных дилетантов, которые-то и не разбираются на самом деле в этих рынках, которые непонятно откуда вылезли. Просто я это все видел вживую, я уже 14 лет на этом рынке, кто меня знает, тот знает. И они просто вылезают, вылупляются откуда-то. Вот он, значит, занимался маркетингом или вот он там работал сварщиком, а сегодня он инвестор, вдруг рассказывает людям или трейдер, как надо инвестировать или трейдить. Ну, смешно? Смешно, конечно же. Вот, но так происходит. Поэтому там я рассказываю, как мы с клиентами делаем, мы инвестируем в управляемые фонды, мы инвестируем только через брокеров в развитых странах. Почему? Потому что там есть страховки, здесь не буду просто загружать уже эфир, все это показываю на своем обучении, кому надо, забирайте обязательно. И нам мы получаем, мы можем получить 2%, 3, 5, 8, 10, мы вообще идем в среднем где-то 8, 10, от 10% годовых у нас получается делать в твердой валюте, в долларе. Так как, если даже просто держать в долларе, человек имеет больше 20% годовых в рублях, то когда мы инвестируем даже под 10% годовых, нам дают 10%, допустим, профессиональные управляющие, то в рублях мы имеем выше 40% годовых. Вот как грамотно, вот как финансово грамотные люди делают, вот как те, кто в этом разбирается, делают. И мы делаем именно так с клиентами, я показываю, кстати, это все публично, пожалуйста, я показываю один из управляемых фондов публично в своем телеграм-канале. Смотрите, я там рассказываю про доходность, говорил про рублевую доходность, какая у нас долларовая доходность, что происходит в кризис прямо сейчас. Я всем этим делюсь, показываю все реальные цифры, выписки по своему инвестиционному счету, пожалуйста, по публичному. Все это для вас делаю, запустил это как эксперимент в начале 2022 года. Поэтому наблюдайте, смотрите. Вот какие альтернативы существуют. И тут вопрос, мы сами делаем выбор, на какой нам стороне быть. Слушать СМИ, рекламу, быть жертвами рекламы, весь этот маркетинг, кому что выгодно, как говорить. И либо просто работать с профессионалами. Вот и все. Вот выбор за нами на самом деле. Я думаю, что для вас получился это видео очень полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, для кого это полезно. Здесь есть очень много видео и других полезных. И я буду еще записывать и делиться большей пользой для вас. Но оставляйте обязательно обратную связь в комментарии. Пишите как можно больше обратной связи, чтобы я видел, что я не сам с собой, не с камерой здесь разговариваю, а делаю для вас пользу и получаю за это какую-то обратную связь. И те, кто хочет попасть на мой курс, совсем недавно стартанул. Вот здесь вот будет, значит, ссылка под видео в описании, скорее всего. И просто забирайте. Мы уже с ребятами учимся. Обратная связь у них очень крутая. Всем нравится. Ну, за такие деньги, я думаю, что никто курс такого уровня не делал просто. Вот, поэтому думаю, что было полезно максимально. Мы с вами увидимся в следующем видео.